Наступающим вас праздником весны, дорогие барышни. Нет, увы, но мы считаем, что англичане джентльмены, а оказалось, что греки джентльмены. Друзья, год Греции в России, Россия в Греции, 2016 объявленный президентом России. Мы поддерживаем эту ноту, этот настрой в нашей программе. И у нас в гостях представители греческой общины Алексей Драссиди, точнее, председатель общества греков Алексей Драссиди и заместитель председателя по культуре общества греков Элеонора Папуциди. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, спасибо вам большое за цветы, во-первых. Во-вторых, у нас на этой неделе в программе выходил, так скажем, сериал, несколько серий, мы пытались отыскать греческое в нашем городе и поняли, что не так много греческого в Петербурге. Или, может быть, мы что-то упустили просто? Я думал, вообще все греческое в Петербурге, мы плохо искали. Да, но давайте перечислим тогда, вот кроме греческого проспекта, что там у нас было еще? Ну, архитектура, да. Так вот с этого надо начинать, архитектура вся греческая. Ну, много, да, биржа, например, в греческом стиле. А каково вообще ощущать себя греком в России, в нашей северной стране? Сложный вопрос, но мы как-то ощущаем себя греками не только в Санкт-Петербурге, но и там, где мы выросли, нас так воспитали. А, ну, я не знаю, мы ничем не отличаемся от других. Единственное, что мы носим, это тяжелый крест, который нам с детства говорили, что мы носители культуры, в первую очередь, православной веры. Ну и можно перечислить многое. Леонор, расскажите, что-то особенное будет в Петербурге происходить в связи с годом Греции? Какая-то культурная программа, может быть? Ну, обязательно, конечно, будет. Мы сейчас над этим работаем. Первое, с чего мы начинаем, это вот у нас будет праздник 25-го числа. Это День независимости Греции, да, где собираются обычно все греки города. Общаемся, разговариваем. К нам всегда приходят на такие праздники консул. И идет непосредственно связь между Грецией, греками-элинцами и греками, которые живут в России. А много греков проживает в Петербурге? Очень много. Очень много? Прямо очень много. Сколько, примерно хотя бы, можно цифру назвать? Две тысячи. Две тысячи человек? Две тысячи человек, да. Ну, более двух тысяч. Это греки как с Казахстана, как греки с Грузии, греки с Абхазии, вот, греки с Украины. Вот, очень много. Не тянет ли на историческую родину? На теплую, такую, уютную? Я бы сказала, что нет. Нет, все-таки, да? Да, нет. Потому что все-таки родились и выросли здесь. И, конечно, как бы, оно тоже дает свое. По началу, конечно, тянуло, что там говорить. По началу тянуло, хотелось увидеть все-таки корни, да. И когда мы приехали, увидели. Ну, это не то, что мы хотели увидеть, конечно. Те греки стали уже чисто европейцами. Они даже не знают, насколько они много потеряли. А вот мы, греки, которые в Советском Союзе, мы вот сохранили вот то, что вот на самом деле написано в книгах. И сейчас... Не, ну, давай так. Мы здесь греки. Там мы, русские. Поэтому лучше... Ну, все-таки, все-таки так. Ну, ладно, друзья, в Греции все есть, как известно. А Греция все-таки, частичка Греции есть и в Санкт-Петербурге. Вот хотя бы в лице представителей греческой общины. С наступающим вас, получается, Леонид, у вас с наступающим 8 марта, с наступающим Днем Независимости Греции, 26 марта. 26 марта, да, марта будет отмечание в Петербурге. 25 марта, но в нашем городе отмечаться будет 26.